Продолжение следует... 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 Спасибо. Жизнь продолжается, продолжается жизнь Московского художественного театра. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в 126 сезоне, но сначала слово министру культуры Ольге Борисовне Любимовой. Аплодисменты. Спасибо. Ну, собственно, можно было бы на этом и закончить, но есть нюансы. Осень будет достаточно насыщенная, надеюсь, вы это понимаете. Главным событием будет октябрь, 26 октября. С утра будет традиционная раздача нагрудных знаков «Чайка» за преданность и служение Московскому художественному театру. Вечером на основной сцене спектакль посвящения по пьесе Юлии Поспеловой. Девятый ряд, 10-11 место. Режиссер Денис Азаров. Это история о взаимоотношениях молодых людей, которые нашли друг друга в художественном театре. О любви к театру, о любви к театре, о создании системы Станиславского и так далее и тому подобное. Я думаю, в процессе репетиции мы будем открывать новые и новые грани и слои того, что предлагает нам Юля в своем действительно замечательном сценическом материале. Параллельно, насколько я понимаю, в «Зеленом фойе» будет работать выставка-музея, связанная с различными празднованиями юбилеев в разные года. Это будет 26 октября. Мы к этому готовимся, придет очень много гостей, но мы их всех примем. Не менее значимые события, естественно, осенью задел был еще в прошлом сезоне основная сцена. Это спектакль «Маскарад» с закрытыми глазами по мотивам Михаила Юрьевича Лермонтова, режиссерская версия Петра Шерешевского. Как вам это понравится? «Шекспир» – это будет ставить Юрий Муравицкий. Все, как я уже говорил, задел прошлого сезона. И мы начнем подготовку, не спешно, но начнем подготовку к театральному роману. Я предполагаю, что в конце сезона мы сделаем правду на зрителя и откроем следующий сезон истории, связанные напрямую с нашим театром, но которые, как мне кажется, уже давно-давно напрашиваются на то, чтобы выйти на основную сцену художественного театра. Денис Азаров будет вести и сочинять эту историю вместе с нами. Параллельно я буду начинать репетировать, с вашего позволения, одну небезызвестную пьесу, также связанную с Московским художественным театром. Пока не скажу, что это такое, но мне кажется, все интересно и с точки зрения творческого хулиганства должно состояться. Спасибо за доверие, спасибо. Малая сцена. Если вы помните, в самом-самом начале наших встреч женская часть художественного театра говорила о том, что категорически, катастрофически, простите, не хватает работы. Мы начали придумывать, как же это сделать, и Андрей Стадников на основе интервью собран. И у актрис, и у других представителей художественного театра создал, мне кажется, замечательную пьесу, которая будет называться «Занавес». Это женский взгляд изнутри и снаружи на то, что происходит и что заставляет людей, попадая в стены художественного театра, оставаться здесь навсегда с любовью и верностью. Это ближайшая премьера, она состоится уже в конце сентября. На малую сцену переходит с новый спектакль «Космос». Лиза Бондарь поставит спектакль по Кнуту Гамсону «Голод. Малая сцена». Специально для художественного театра Дмитрий Данилов написал пьесу о вечном конфликте между поколениями в одной семье, пьес называется «Стойки». Марат Гацалов поставит весной эту историю. Весной также начнет свою работу, на мой взгляд, блестящий режиссер Антон Федоров. Он сейчас возглавляет в Новосибирске театр «Дом». Название мы пока еще обговариваем, но весной уже точно начнется работа. Новая сцена. Пьеса Ярослава Пулинович «Житие Федора Михайловича и Олегтины Балны» или «Жаркое ковидное лето». Режиссер Татьяна Архипцева. В главной роли Ольга Михайловна Яковлева. От всей души поздравляю Ольгу Михайловну с новой работой. В январе мы сыграем, я думаю, что имеет смысл повторить, ну уже, скажем так, с новыми знаниями, повторить рождественский концерт, который, мне кажется, замечательно прошел. И грех не повторить, поэтому еще раз занырнем. Это будет один или два концерта, посмотрим уже по заявкам зрителей. В январе, к 80-летию снятия блокады на основе книги, детская книга «Вайли» и дневники 1941-1945 год, мы сделаем спектакль-акцию под названием «Ленинградские каникулы». В спектакле примут участие молодые таланты, которые участвуют в спектакле «Поколение Маугли» из творческой студии «Поколение оперения». То есть попробуем через детей рассказать историю открытия мира во время блокады «Ленинграда». Победитель арт-хаба также закончит свои работы в этом сезоне. Режиссер Екатерина Шихова «Речи немых» в ноябре уже выйдет. Режиссер Александр Золотовицкий в декабре выпускает «Соня 9» по пьесе Алексея Олейникова и режиссер Филипп Гуревич в апреле выпустит «Мое заплетение» по пьесе Алексея Арбузова. Я понимаю, что очень многие из вас уже срослись с лаборатории арт-хаб и чувствовали себя немножко неловко на летних каникулах, без постоянного окунания в эту лабораторию. Я немножко вас, может быть, расстрою и скажу, что в этом сезоне будет только две сессии арт-хаба. Первая осенняя, она же шестая по счету. Это сочинительская лаборатория. Здесь будет тандем режиссер и драматург. Мы предложим им сочинить свои эскизы на тему воспоминания о будущем. Прошлое, настоящее, сегодняшнее, настоящее и будущее нашего времени. Такая сочинительская история драматурга и режиссера. Что важно. Седьмая сессия весенне-летняя связана с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. «Пушкинская в современной культуре» по произведениям Александра Сергеевича и об Александре Сергеевича. В этом сезоне в репертуар художественного театра по нашим замыслам войдет 11 новых спектаклей. Я обещал, что будет меньше, чем в прошлом сезоне. Я свое слово сдержал. Но будут еще, естественно, акции и работы, которые никуда не уходили в прошлом году. И я думаю, что будут продолжаться в этом сезоне. Это «Бхатовские пятницы» с Вадиком Верником и «Вечера круг чтений» с Мариной Брусникиной. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Марину Стельсовну с однозначением. Дорогой режиссера. Я думаю, что это назначение не помешает все-таки продолжать прекрасную работу, которая была, есть и будет в стенах нашего театра. Ближайший этот будет в Байконур, наша программа. Я чуть попозже скажу. И мое имя вам ничего не скажет по письмам, написанным в художественный театр в первые 10 лет существования Амхата. Правильно я говорю? Правильно? 20. Первые 20 лет. Ландшафтный театр. Также не будем забывать и нести хулиганство, и просвещение в различные уголки нашей страны, там, где будет гастролировать московский художественный театр. Премия художественного театра в этом сезоне пройдет второй раз 27 марта. Мы не будем стригать сроки, не будем ни под кого подстраиваться. Мне кажется, что в день театра премия художественного театра имеет место быть. В этом сезоне будет задействована значительная часть труппы. Я прошу вас активно и радостно принимать в этом участие. Премия направлена на молодых людей до 35 лет в разных областях искусства. Также, если вы помните, есть номинация «No comments» для людей, которые не нуждаются в комментариях. На первой церемонии Станислав Андреевич получил эту премию. Вторая посмотрим. И будет добавлена еще одна номинация. Она называется «На орбите». Для тех, кто уже, в принципе, за 35 выскочил. Но до «No comments» еще не добрался. И является, скажем так, кумиром и вектором для людей, занимающихся нашей профессией. Вот. Дальше. В прошлом сезоне, как вы помните, мы провели полуподпольный конкурс короткого метра под названием «Прилет чайки». Приложили свои работы московским школам киноискусств. В результате выбрали десятку шорт-лист, из которых победитель получил право и возможность снять более расширенный короткий метр по сценарию Немировича Данченко «Зверек». Вчера в ночи мы закончили съемки этого фильма. Спасибо огромное всем коллегам и всем, кто принимал участие в создании этого шедевра. Ирина Прохорова, победительница конкурса «Короткий метр», представит нам свою работу до конца календарного года. Нам помогает в этой истории платформа «Винг». Она и финансово поддерживает, и размещает работы, и в том числе работу, которую мы снимали последние три дня у себя на платформе. Я предполагаю, что эта работа также полетит под брендом художественного театра на различные фестивали «Короткого метра». Спасибо огромное. Спасибо огромное Тому Лути и Станиславскому за то, что терпели нас эти три дня и три ночи. Работаем вместе, делаем невероятные вещи. Спасибо. Да, в следующем сезоне тоже будет конкурс «Короткого метра». Тема «Пушкин 2.2.5». 2.2.5 – это количество секунд в фильме. Ну и, соответственно, 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича. В прошлом сезоне в рамках проекта «Театр помогает» мы представляли и рассказывали зрителям о тех благотворительных фондах, которые поддерживают актеры художественного театра. Информационный охват составил более 200 тысяч зрителей. Мне кажется, это дело благое, правильное. В этом сезоне мы продолжим эту историю. Будут представлены такие фонды, как «Артист», фонд Константина Хабенского, фонд «Дари еду», фонд «Бюро добрых дел», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», «Спорт начинается с детей». «Театр помогает»? Давайте вместе помогать. Спасибо. Я очень прошу моих коллег, кто представляет эти фонды, после сбора собраться в комнате правления буквально на 5 минут. Мы обсудим одни довольно важные вещи того, как мы будем дальше работать. Продолжаем дружбу с музеем-заповедником Антона Павловича Чехова-Мелехова. И следующий фестиваль «Мелеховская весна» тоже пройдет с нашим участием. Может быть, мы больше зайдем в фестивальную программу и с точки зрения как организаторы, и как люди, которые будут наполнять художественно-хулиганским смыслом это пространство. Новая традиция, о которой я в прошлом сезоне рассказывал, связана с Роскосмосом. В конце сезона передали «Чаек», которые в качестве индикатора невесомости полетят на орбиту вместе с нашими друзьями уже Николаем Чубом и Олегом Каноненко. Также еще передали кое-какие футболки, флаги художественного театра, которые будут украшать внутреннее пространство станции. 26 октября ребята нас поздравят с орбиты с днем рождения. До этого, 14 сентября, мы слетаем на Байконур с программой, я говорю уже, которую делает Маша Брусникина. Смотришь в небо и видишь звезда. А на следующий день увидим запуск брендированной ракеты. Мы увидим на ней 125, Московский художественный театр, и понеслось. И также в течение сезона мы будем с космонавтами поддерживать отношения, рассказывать в прямом эфире, чем занимаемся, что делаем и как нам их не хватает здесь, в зрительном зале. Это то, что касается новой традиции. Мне кажется, она приживается и с большой радостью и любовью с двух сторон поддерживается. Уже в октябре мы увидим себя по телевизору на канале «Россия» в цикле «Пять вечеров», которые ввели Игорь и Вадим Верники. И спасибо большое всем, кто принимал участие, потому что съемки были непростые, но содержание и эти программы, они, конечно же, того стоят. Совместно с музеем при поддержке Центрального банка в январе выпустится юбилейная монета. Частично это будут ваши зарплаты, частично это будут подарки. В октябре выпускаем памятный альбом «От истоков до наших дней» совместно с издательством АСТ. Альбом готов почти. Не хватает одной фотографии, которую мы с вами сделаем на сцене сегодня после общего сбора. Уважаемые коллеги, я прошу не расходиться, а сразу начинать занимать свои места. Одной фотографии не хватает, и завтра она уже пойдет в печать. Договорились, да? Спасибо большое. Так, уже заканчиваю. Расскажу о гастролях. То, о чем мы уже договорились, и то, что состоится. Это Казахстан, Алматы, это Токио весной, летим в Японию, Минск. И переговоры с Китаем идут. Я думаю, что они закончатся совместным рукопожатием. Но пока еще идут. По России. Тверь, Балашов, Казань, Уфа, Красноярск. И наши традиционные обменные гастроли с Санкт-Петербургом. Юбилейный вечер школы-студии пройдет в ноябре на основной сцене художественного театра. Как вы понимаете, мы тоже будем принимать в этом юбилейном вечере участие. Поэтому прошу не отказываться и уделить и время, и внимание, и поделиться своим талантом вместе со студентами. Также продолжаем плотно работать со школой-студии. Друзья, мы вас не оставим в покое, не оставим. Это будет сотрудничество и по арт-хабу, и задействованные ребята будут в спектаклях. И другие активности, связанные со 125-летием художественного театра. Музей. Естественно, 100 лет. Музей МХАТ. Очень много чего сделано уже. Много что в задумках. Как я понимаю, сегодня открывается или уже открыта в зеленом фойе выставка музея с экспонатами, которые объяснят нам, зачем, для чего и нужен ли вообще музей МХАТа. Давайте зайдем, посмотрим. Вполне возможно, что это очень убедительно. Идет выставка в Новом Манеже. Загляните, мне кажется, очень симпатичная, уютная, интересная выставка. Займет немного времени, но увидите, узнаете и подчеркнете что-то для себя, мне кажется, интересное. Мы в прошлом году очень тщательно, кропотливо работали с компанией Яков и партнеры, вырабатывая стратегию художественного театра на три года вперед. В различных направлениях и по художественным позициям, чтобы, безусловно, вывести наш театр на лидирующие позиции, чтобы художественный театр стал театром номер один. И по экономическим показателям и так далее и тому подобное. Постепенно будем это притворять в жизнь. Вы видите, уже немножко поменялись планы и знания репертуара на несколько месяцев вперед. В тестовом режиме выходит сайт, который поможет зрителям намного проще общаться с театром и приходить в театр. В январе мы выпустим тоже тестовую, но я думаю, что уже окончательную версию мобильного приложения, театр в кармане, чтобы зритель в любой момент мог посмотреть, что у нас происходит, и купить билеты или поучаствовать в жизни нашего театра. Спонсоры у нас остаются прежние и прекрасные. Мы ведем разговор о том, чтобы их было больше, все будет хорошо. Генеральный спонсор ВТБ. Дорогие друзья, с открытием 120 суток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!